Время новостей на телеканале Лаба, в студии Татьяна Чистова. Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске вы увидите. Традиции производства главного продукта питания сохраним. Такую задачу ставит Вознесенский хлебозавод. В Лабинск прибыла вторая группа беженцев из Украины. Работу в молодежных дворовых площадах проверили депутаты городского совета. В начале выпуска о происшествии, которое случилось в четверг утром в Лабинске. 29-летний житель города после бессонной ночи, проведенной перед компьютером, напал на свою супругу, нанес ей несколько ударов топором. Женщина выбежала на улицу, и там от рук мужчины пострадали еще три человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, следственного отдела, прокуратуры, а также бригады скорой помощи. Все пострадавшие в данный момент находятся в центральной районной больнице. Их состояние комментируют заведующие травматолога ортопедическим отделением. В отделение травматологии ортопедии Лабинской ЦРБ поступило четверо пострадавших. С их слов были порублены кто-то топором, а кто-то ножом кухонным. Где-то около 9 часов утра оказана помощь, которая требовалась этим пациентам, и все госпитализированы в травматологическое отделение. В настоящий момент состояние стабильное, средней тяжести, лечение получают. По данному факту проводится проверка, а теперь к другим новостям. Производить высококачественные хлебобулочные изделия, сохранив выпечки традиции, проверенные временем, такую задачу ставит Вознесенский хлебозавод. Ассортимент, производимый предприятием, более 100 наименований, и он постоянно пополняется новинками. Подробности в сюжете. Прежде чем оказаться на прилавке магазина, хлеб проходит долгий путь. В Вознесенском хлебозаводе его сопровождают заботливые руки сотрудников. На этом предприятии чтут опыт предыдущих поколений. На многих этапах производства используют ручной труд. Поэтому времени, терпения и труда здесь затрачивается особенно много. Но это оправдано. Батоны и булочки здесь согреты теплом рук хлебопеков. Наверное, оттого они получаются такими вкусными. Разные производители хлебобулочных изделий давно уже ушли от производства то, чем мы занимаемся сегодня. Значит, люди приобретают всякие ротационные печи, делители, округлители. Мы это делаем все вручную. Мы не уходим от этих каменних печей, которые называются ФТЛами. И хлеб, наша продукция, она чувствует тепло рук мастеров. Тесто оно передает в себе всю эту добрую, хорошую энергию. Вознесенский хлебозавод существует уже более ста лет. На его продукции выросло не одно поколение жителей поселения и соседних территорий. Здесь на высоком уровне организованы все этапы производства. В лаборатории внимательно следят за качеством муки. Для изготовления теста используется только лучшее. В данный момент у нас поступила мука. Это главное наше сырье, которым мы работаем. И мы производим обязательно анализ его. Далее тесто замешивают, дают подойти, чтобы хлеб получился воздушным. Раскладывают в формы и сажают в печь. На заводе гордятся тем, что для изготовления хлеба используется рецепт бездрожжевого теста. Это как бы старинный способ выпечки хлеба. Мы традиции свои не оставляем. Это, конечно, очень тяжело. Собираем сотрудники хмель натуральный, который растет. Мы его завариваем, варим заварки, на которых мы потом кормим дрожжи и выпекаем вот этот хлеб. Это натуральный хлеб, считается, который не без прессованных дрожжей выпекается абсолютно. Такой хлеб, он очень полезен и для желудка, и для кишечника. Вообще стараются, кто понимающий, стараются брать наш хлеб. Печенье, торты, рулеты, пончики – большим спросом у покупателей пользуются кондитерские изделия Вознесенского хлебозавода. Готовится продукция также вручную. У нас булочки экологически чистые. Как видите, у нас ручной труд. Мы сохранили рецептуру, которая из поконных веков существует. То есть мы не меняем ничего. Стараемся на пончику с детства нашего. Каждый день на заводе выпекается около пяти тонн продукции. А это одного только хлеба – почти девять тысяч буханок. Хлеб у нас берут разный. У нас очень много наименований хлеба. И второй сорт, и первый сорт хлеб, и вознесенский вот такой вот круглый, большой. Но больше всего, конечно, мы продаем хлеб первого сорта, обыкновенный, формовой. Жительница Вознесенской Лариса Суровцова признается, что за хлебом и булочками ходит только в хлебозаводской магазин. Мы всегда здесь берем хлеб. Мы довольны качеством, ассортиментом. Всегда здесь хороший хлеб, всегда свежий, горячий. Очень вкусные хлебобулочные изделия. В общем, мы довольны хлебом, довольны обслуживанием. Горячий, румяный, хрустящий, ароматный хлеб Вознесенского хлебозавода – главный продукт не только на столе у жителей Лобинского, но и соседних районов. География продажи хлеба у завода очень широка. Некоторая продукция уезжает за 100, а то и за 200 километров. Жители самых отдаленных территорий имеют возможность есть свежий и вкусный Вознесенский хлеб. Мы работаем по всему Лобинскому району и по всему Мостовскому району. Мы заезжаем в самые отдаленные деревни, хутора, чего бы нам это ни стоило. То есть не оставляем своих покупателей без хлеба никогда. Число беженцев, прибывших из Украины в Лобинск, растет. Убежище от бомбежек и обстрела в районном центре получило еще 24 человека. На Лобинскую землю они прибыли 16 июля. В течение дня приезжие прошли медицинское обследование и получили необходимую информацию о размещении и трудоустройстве. Подробности в сюжете Натальи Литвиненко. В Лобинск автобус с вынужденными переселенцами из Украины приехал утром. Это уже вторая группа беженцев. Пункт приема прибывших – стадион труд. 24 человека временно разместили в комнатах отдыха. Спасая своего ребенка от обстрела в Луганске, Александре Мощенко пришлось оставить свой дом родных и близких. Сюда мама с сыном приехала с двумя сумками. Страшновато. Дом дроссется, бомбят. Ничего приятного нет. Кто остался там в Луганске? В Луганске тёща, дядя, брат остались. Ну всё, мы остаёмся. Здесь вообще в Лобинске останетесь жить? Ну да. Планируете так, да? Да, всё. Мы туда не хотим больше. И как ребёнок сказал, что всё. Говорит, надо уезжать. Сегодня возникают большие трудности, чтобы пересечь границу в поисках спасения, признаются жители Луганской области. Я о границе не буду говорить. Через Варина там не пройдёшь, там обстреливают с Краснодона дорогу. А там есть какие-какие окольные пути, поэтому там все в основном туда идут. На вход границы? Ну да, да. Пока ополчение там всё охраняет, всё равно так вот есть. А так самолёты сбивают. А вот целая семья приехали? Ну да, мы с семьёй, бабушка, сынучка, соседка. Себя как? Ну да, мы просто вместе. В пункте приёма беженцев ожидали все необходимые службы. Медики, психологи, специалисты управления Федеральной миграционной службы, центра занятости, а также работники администрации Лобинского района. И в первую очередь приезжих накормили. Мы привезли завтрак, бутерброды им привезли, колбаска, сырок и чай, водичка минеральная. А обед уже будет горячее, будет второе, третье, всё. Некоторые прибывшие планируют остаться в России. Возвращаться обратно они не хотят. Говорят, устали жить в постоянной тревоге за будущее своих детей и внуков. Где будут жить, многие не знают, но уже строят планы и в первую очередь это трудоустройство. Вообще мы своей семьей, мы решили вообще остаться в России хотим. Я вообще родился в России со Ставрополя, но хочу восстановить, или как тут, как получится. Хотим в дальнейшем получить гражданство, работу здесь и работать, чтобы заякориться уже с концами. Там неизвестно, что там будет. Всё оставили, всё, что могли с собой, взяли, квартиру всё оставили. Всё бросили. Эта девочка, когда узнала о том, что родители собирались уезжать из родного дома, с собой решила взять самое дорогое – любимого кота. Это мой любимый кот. Я решила его собрать только потому, что мне его очень жалко бросать. Как кота зовут? Макс, Масяня. Как он перенёс дорогу? Мягко, постоянно. В течение последнего времени Лобинский район принял порядка 400 граждан Братской Республики. Большинство прибыло к родственникам, друзьям, знакомым. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Этим летом на территории Лобинска работает 14 молодёжных дворовых площадок. На днях депутаты городского совета совместно с директором молодёжного центра «Портал» провели рейд и оценили работу площадок. Тему продолжит Екатерина Клименко. Большая делегация, в состав которой вошли депутаты городского совета, специалисты центра молодёжного досуга «Портал» отправилась на дворовые площадки, чтобы проверить их деятельность. За один вечер они постили сразу несколько адресов, в том числе на улице Шервашир за 65, Некрасова, 23, Садоводческое товарищество «Строитель». На площадке выехали неожиданно, не предупреждая ни педагогов, ни вожатых, и увидели хороший, замечательный результат. Все педагоги были на работе, документация в порядке, спортинвентарь есть, и проводятся замечательные мероприятия. Эстафеты, разнообразные игры, конкурсы, концерты. Педагоги-организаторы делают всё, чтобы детям не пришлось скучать во время летних каникул. Депутаты Лобинского городского поселения пообщались с ребятами, проверили ведущуюся документацию и инвентарь. Мы сегодня посетили несколько площадок детских, и действительно радует то, что на этих площадках дети заняты, они отвлечены от каких-то таких негативных моментов, они находятся под присмотром воспитателей, вожатых. У них есть инвентарь, мячи, тетради, карандаши. К ним приезжают часто на концерты Дом культуры с художественной самодеятельностью. Мы сегодня видим, что вместе с нами приехал директор музея с интересной лекцией о казачестве. Я считаю, что это нужное дело, и городской бюджет тратит деньги на эти мероприятия достаточно эффективно. Практически все площадки работают, и они действительно, детей наших, они привлекают и учат каким-то таким полезным вещам. Мы проинспектировали работу детских площадок дворовых с целью осмотра того, как они обеспечены игрушками, оснащение спортивным инвентарем, играми настольными, также канцелярскими товарами, вообще как организационная работа. Сегодня мы посетили несколько дворовых детских площадок, все организовано хорошо. Есть спортивный инвентарь, игрушки, краски, карандаши, бумага. Дети рисуют, делают поделки, дети заняты. Родители довольны, что дети пристроены. Разговаривали с воспитателями, воспитатели тоже молодцы, все организовали, тоже довольны очень. Ну, собственно говоря, мы тоже довольны работой. Вожатые вводят детей в кино, на экскурсии, на различные мероприятия. Вот сегодня Евгений Виноградов, директор музея истории и краеведения, познакомил школьников с традициями, обычаями и бытом казаков. Дети смогли увидеть и потрогать экспонаты. Некоторым посчастливилось примерить их на себя. Я хочу сказать, что наша площадка очень активная, мне очень нравится на нее ходить, так как мы ходим на пикник в лес, мы ходим на всякие концерты, в кино, мы в центр ходим. То есть мы очень активно проводим время. То есть это лето для меня самое незабываемое тем, что у меня не бывает свободного времени. То есть мы всегда куда-то ходим, что-то делаем. И это мне очень нравится. Каждый день мы играем во что-то, изучаем какие-то новые вещи, рисуем. И у некоторых появляются таланты. То есть мы можем на нашей площадке видеть, какие у нас таланты. То есть площадка очень хорошая. Побывав на четырех детских площадках, депутаты высоко оценили работу педагогов-организаторов и вожатых в CDM-портал. В дальнейшем с подобными рейдами депутаты постят и другие дворовые площадки города. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». А теперь у Ирины Бирюковой мы узнаем о погоде. Ирина, от зноя уже многие устали. Что обещают синоптики на 18 июля? 18 июля грозовые дожди пройдут над всей территорией Лобинского района. Надеюсь, станет немного прохладнее. Подробнее через несколько минут. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и удачной пятницы! Редактор субтитров А.Семкин